В ветах описано, один царь с армией пошел сражаться, и он проиграл битву и побежал в крепость скрываться. И жена возле ворот, царица не открыла ему ворот. Она говорит, мой царь герой. Мы или погибнем все, если он проиграет и погибнет в войну, или победим вместе с ним. Но я тебя не знаю, кто ты такой, но ты стучишься в ворота, я тебя не знаю, этих людей с тобой я тоже не знаю. Я, мой царь, герой, он победитель, он не проигрывает. Или погибает, или выигрывает. Одно из двух. Он не проигрывает у меня. Она ему так сказала, закрыла ворот. Это исторический факт, так было. И этот царь потом развернулся с остатками этой армии и разгромил врага. И все, пришел победителем. Он говорит, а теперь вот мой царь, пришел. Все. Нормально? Другой случай был. Когда первые мусульмане сражались с персами, то там была армия в несколько раз больше по размеру. И она начала теснить мусульман. И они побежали и начали пробегать мимо лагеря, в котором они останавливались. А там их жены там готовили, все помогали им, там с ранеными сидели. Жены взяли мечи и пошли на персов. Жены пошли. А мужики драпают. И они видели, как жены начинают сражаться, как они гибнут. Но жены не отступали. Мужчины отступили, и жены не отступали. И в этот момент мужчины развернулись. И как долбанули этих персов. И те драпанули. Все. Божественная природа. Женщина божественная природа. У мужчин тоже божественная природа. Но их надо вдохновлять на это. Не косите вдохновлять, потому что у женщины есть две силы. Есть сила непреодолимая, проклинающая непреодолимая сила. А есть сила непреодолимая, вдохновляющая, дающая силы мужчине. Победоносность. Две силы у женщин. Женщина это та, которая дает рождение. Она же забирает жизнь. Женщина забирает. Смерть это тоже женщина. Я видел. Женщина забирает жизнь, дает рождение женщина тоже. То есть женщина, она и проклинающая, и благословляющая сила в этом мире. Но если женщина начинает, ну у женщины нет силы там самой что-то менять в жизни. Но зато у них есть силы дать другому человеку, чтобы он менял. И это происходит абсолютно незаметно. Вот непонятно, как эта сила входит в мужчину. Я не чувствую. То я когда в Словении летел на самолете, приземлялся, там я попал в бурю. Самолет колбасило вот так очень сильно. И первое, что я вспомнил, это то, что жена меня благословяла, чтобы у меня все нормально было в полетах. Представляете, как только я вспомнила, прям первое, то начал, ду-ду-ду-ду-ду. Раз я вспомнил, прям как она меня благословила. И тут же раз самолет получше стал. А потом опять пошел, как бы. Я уже жену не могу вспомнить, но кончились благословения. Я начал думать о Боге тогда уже. И это успокоило самолет. Память о Боге успокоила самолет. Женщина благословляющая сила. Она может сама не может что-то, но зато она может вдохнуть силы человека. Сильно у ней это с помощью веры идет. Если женщина поднастроила свою веру на мужа, говорит, ты у меня хороший. Это твои дружки пьянчуги. Ты хоть напился у меня, ты не пьянчуга. Заходи давай, все. Снимай штаны. Воняет. Давай. Иди без штанов дальше. Ложи спать. И когда он просыпается, она ему говорит, проснулся, иди зарядку делай. Он говорит, что вчера было? Ничего не было, все нормально. Верит в свой муж. И он ему стыдно потом, когда в него верит, ему стыдно, что он не такой. Потому что женщина в него вдыхает одно, а получается у него другое. И у него несоответствие. Он такой. Тяжло. Ему стыдно. Она на него смотрит, как на возвышенного. А он такой невозвышенный. И он подтягивается. Так женщина поднимает своего мужа. Делает его возвышенным. Как она может так делать? Только в том случае, если она наполняется природой, добрыми людьми и Богом. Наполненная женщина. Она означает чувство собственного достоинства, сильную позицию имеет. Она не сдается. Вот перед ней ее судьба стоит. Она таким мужиком была в прошлой жизни. Ничего страшного. Хороший же я, хороший человек, хороший, значит, хорошая судьба у меня. Заходи, мой дорогой. Говорить сегодня ничего не надо. И так далее. И он потом ему стыдно. Потому что она вдыхает в него победу над судьбой, а он ей мешает. Ему стыдно становится, несоответствие, он начинает меняться. Но если она согласилась, что он дерьмо, значит, он будет дерьмом. Согласилась, все. Приняла его таким, распишись теперь, будешь таким жить. То же самое жена, допустим, предает, не соглашайся. Не надо соглашаться. Смотри на нее как на чистую, светлую. И она будет тоже исправляться, раскаиваться. Гляжусь в тебя, как в зеркало, Как в самоотраженье, И вижу в нем любовь мою, И думаю о ней. Давай не видеть мелкого, В зеркальном отраженье, Любовь бывает долгою, А жизнь еще длинней.